Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Восхитительное название. Господа, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что залетели. У нас нет-нет, да и тоже, в принципе, на болткоме арт-гнездо залетели вот сегодня вы, а часто у нас другие культурные гости. Ну, рассказывайте. И о вашем творческом союзе, и, в конце концов, о постановке. Давайте определимся, над морем или под морем. Потому что разночтение, как у города Голубого, оригинальный текст, над небом голубым, а у Гребенщикова под небом голубым. У Александра Николаевича Вертинского «Над розовым морем вставала луна». Это начало его песни, поэтому так называется концерт. Вот и спели. Дело в том, что до того, как включились микрофоны и камеры, мы вышли в эфир, были некоторые сомнения, возможно ли частично, фрагментарно исполнить то, что будет сегодня на концерте, а капелла. Вот вы и доказали своим прекрасным голосом, что всё это возможно. Прозвучал Вертинский. Значит, сегодня он прозвучит ещё не единожды. И, возможно, не только у нас на Балткоме, но и во время концерта. Да, конечно, конечно. Но стихи – это замечательного русского поэта Георгия Иванова, на который Вертинский написал песни. Как известно, у него много полностью авторских произведений, но есть что-то, что он писал на стихи замечательных поэтов. И как раз это Розовое море, оно нас сопровождало последнюю неделю. А у нас… Вы же явно сейчас не о Балтике говорите, к сожалению. Да, потому что… Хотя розовый закат, когда окрашивают волны Рижского залива, прям такое впечатление, что и Розовое море, и розовый фламинго, и розовый закат. Волны Рижского залива в этом розовом закате, та-та-та-та-та-та-та. Прекрасно. Мы в промежутке между спектаклем… То накатит, то накатит. То накатит, то накатит, так накатим же дружок. Мы были в промежутке между спектаклем «Никто», который играли в «Дайлосе Ира» играла 4 августа. У нас получилась такая прекрасная встреча с Ригой, где когда-то спектакль «Никто» был впервые сыгран на фестивале и взял гран-при. И это, видимо, был посыл того, чтобы потом регулярно в Риге бывать. И здесь у нас много друзей, прекрасных творческих людей и разных-разных других замечательных наших товарищей. И вот нас позвали со спектаклем и с фильмом, который я снимал в Армении 1-го числа. Был показ впервые, наконец-то, после трех лет ожидания пандемии и прочего. Показали фильм «Лорик», который я снимал в Армении. И который облетел весь мир с призами разными. Он прилетел в Ригу, и Ира сыграл спектакль «Никто». А потом мы как раз уехали к Розовому морю на закате и на рассвете. Это был остров Кефера, Греция, где родилась богиня Афродита, по одной из версий. Между двумя поэтами Гесиодом и Гомером был спор по этому поводу. И, наглядевшись на это Розовое море, мы привезли концерт, который сегодня будет петь Ирина. То есть, можно сказать, что именно там в Греции этот концерт «Задумка» родилась, и вы поспешили его воплотить в Риге. Мы мечтали о Розовом море и знали, что Кефера, ее невероятно, как сказать, это лона любви мира, да, и что она, безусловно, принесет содержание. Название уже было рождено, афиши вывешены. И дальше мы просто продумывали этот концерт, как его устроить, какую создать программу. И более того, я написал там целый цикл кеферских стихотворений, которые вот сегодня на этом концерте в паузах между песнями тоже будут читать. Давайте поспешим уже поговорить более подробно о содержании. Цикл стихов, рожденный вами в Греции, сегодня прозвучит. Я так понимаю, это будет премьера? Да, абсолютно нигде не читалось. И помимо Вертинского, его песен, что еще? И какие песни, как много песен? Вообще, сколько будет длиться это выступление? Кто будет сопровождать музыкально, звуком, светом, прихлопыванием? Ну, обычно мои концерты называются театр-концерт. То есть это такие маленькие моноложки, да, каждая песня – это моноложек. Вот, и прозвучат мои любимые авторы и всеми любимые, да, Вертинский, Высоцкий, Галич, Акуджава, цыганские романсы. То есть танго, французский шансон. Я пою разные-разные… Какое, с позволения сказать, бешеный микс. Бешеный микс, да. Тут тебе и шансон, тут тебе и барды, тут тебе и танго. Чем объясняется такой набор, такой разброс? Ну, это такой, ну, это сборный концерт. Ну, концерт о любви, поэтому и страсти, и нежность, и все будет в этом концерте. Любимые песни о любви. Да, любимые песни. Главные песни о главном. Да, именно так. И сопровождение? Сопровождение сегодня будет фонограмма, но фонограмма совершенно замечательная. Это мои музыканты, просто записанные на фонограмму. Музыканты из театра Камбровой и другие прекрасные люди, которые со мной работают постоянно. И, ну, сегодня такие маленькие гастроли, и поэтому, ну, фонограмма. Но это не уменьшает качество. Не в малейшем мире, разумеется. Ну, конечно же. Однажды же люди постарались, создавая этот минус, от души играли. Безусловно. Ну, у нас фактически везде, где мы бывали в таком камерном варианте, там, не знаю, в Швейцарии, во Франции, в Италии, нас спрашивали, а где вы записали таких прекрасных музыкантов, кто эти люди? Мы хотим их видеть. Ну, в том числе, вот прозвучал театр Камбровой. А скажите, пожалуйста, насколько удобно вообще, насколько уютно выступать под минус? Потому что, ну, настроение же бывает разное, исполняя один и тот же номер, выходя с одной и той же песни, и хочется в какой-то вечер быстрее, в какой-то вечер медленнее, и получается ты в определенной мере заложник тех самых рамок, которые сам себе поставил этой фонограммы. Вы знаете, в фонограмму, ну, я, да, и мои музыканты, мы вкладываем столько, видимо, своей души, да, что это удивительно, но каждый раз получается то быстрее, то медленнее, то есть в этих рамках получается совершенно разное настроение. Это удается сделать, не знаю, но это, видимо… Ну, во-первых, сами фонограммы были записаны уже в тот момент, когда много раз была сыграна программа, и каждая вещь, и это театр-концерт, и здесь акцент не только просто на вокальном, да, исполнении, но еще и именно на артистическом представлении каждой песни как определенного номера, да, и поэтому, конечно, а у спектакля, у любого, и у маленького, и у большого, есть определенный темпоритм, в рамках которого актер, который, может быть, его играет сегодня сотый раз, или двухсотый раз, он все равно каждый раз заново откет какую-то новую историю, новое настроение, и эти внутренние темпоритмы, они совершенно свободны от, ну, скажем, жестко заданной фонограммы. Да, но она все равно дышит, фонограмма, это можно сказать дышит, да, то есть она дает то одно настроение, то другое. Я правильно понимаю, что фонограммы, в принципе, концерт, он создавался как раз-таки в ковидные времена, вообще, как вы их пережили, чем вы занимались, как творческие люди могли вот держать себя на паузе, ну, хочется же постоянно чем-то фонтанировать, реализовывать, показывать, срывать аплодисменты, уходить опустошенными морально, но зато с охапками цветов? Мне кажется, вот для меня лично это был приятный период, вот для меня, потому что был какой-то застольный период, это как в театре, да, застольные репетиции, это сначала разминаешь материал, обсуждаешь что-то, над чем-то думаешь. И у меня было так, мне было комфортно, если честно, просто было странно смотреть в окно, где никого нет на улице, и вообще все это было очень странно, и, в принципе, неприятно, но зрели какие-то планы, я научилась монтажу, например. — Очень полезный навык. — Абсолютно. — Уже пригодился? — Да, да, но я делала какие-то свои фильмики. — Горина делала фильмы и стихи по Саше Черному, например, ты делала по Саше Черному большую работу, которая фрагментами тобой монтировалась, да, и это все выкладывалось в YouTube, в интернет. Очень многие жили в интернете в этот пандемийный период. — Да, потом я преподавала, и тоже это онлайн, это, ну, какой-то другой опыт совершенно. Вот, но сейчас это, как бы, свободное дыхание, это, конечно, лучше, это невозможно сидеть, даже, знаете, преподавание, сидишь в онлайн, и не можешь передать, как бы, полностью эмоцию, да, человеку, он не понимает, обязательно нужно живое общение, то есть это невозможно. Онлайн это хорошо, конечно, но... — А еще гнездо сменило дислокацию за время пандемии. Мы жили в Москве на окраине, в маленькой квартирке, и нам не казалось, что квартирка маленькая, потому что у нас был большой парк дружбы под окнами, где мы кормили уток, каждый день выходили на прогулки, и было 4-5 раз в год гастроли в Европу, в разные прекрасные места, города, к друзьям. И тогда можно было спокойно жить в однокомнатной маленькой квартирке. И когда вдруг нам закрыли... — С тремя котами. — Очень интересная. — Да, у нее была педагогическая. — Очень интересная. — Очень интересная. — Молодежь прекрасная просто. Я никогда так плотно не общалась с молодыми, и это очень приятно. Они умные, они свободные. — А если оценить не качественно, а количественно, многие ли хотят выйти на сцену, стать актерами? — Все хотят. — Все. — Все. — Невозможно все. — Но вы же понимаете, что приходится все больше и больше количества отсеивать? — Конечно. — И как вы с этим справляетесь? Вот вы же понимаете, как это воспринимается человеком, мало того, что молодым, так еще и амбициозным, которому говорят «нет, нет». — Да. Мое преимущество в том, что я занимаюсь этим индивидуально, и я занимаюсь с детьми, которые хотят поступать. Я не сижу в институте на отборочной комиссии, в отборочной комиссии. — В отличие от меня. — В отличие от Алексея Евгеньевича, который этим занимался как раз. Вот. А я не говорю им, что им не нужно поступать. Я обязательно, я беседую об этом, чтобы они просто не расстраивались, если они не поступят. То есть идет какая-то работа. И я вижу, человек поступит или нет. Конечно. Но очень важно, если человек хочет, он из этого что-то получит, конечно. И мне очень важно раскрыть какие-то комплексы, да, найти в человеке творческую какую-то жилку. Может быть, он вообще будет чем-то другим заниматься. Вообще он… Понятное дело, поступить не означает, во-первых, закончить, а во-вторых, уж точно не означает потом как-то успешно применить полученные знания и навыки. Но вы сказали найти, вычленить какие-то комплексы. Как много вот поступающих в театральные вузы идут именно движимые не талантом, а реализацией комплексов? Нет, они идут, они хотят быть артистами. Вот я работала в этом сезоне как раз в школе моделей, детская школа моделей. Вот там как раз комплексы. Но комплексы родителей, безусловно. И вот это очень у меня была интересная история, потому что каждый ребёнок, и ты видишь, хочет он этим заниматься, в основном нет. То есть они хотят быть красивыми. И детишки были такие, которым, видимо, родители говорят, ты самый, ты самый, ты самый. И они всё время смотрят в зеркало. То есть от этого невозможно даже отвлечь. И потом их ведут за руку. Кто-то уходил, они не выдерживают. Но кто-то хочет танцевать, а его ведут шагать по подиуму. Это неправильно. Ну, что мы сделаем с родителями? Ничего. Поэтому нужно с ними тоже заниматься. Им должно быть интересно детишкам. Поэтому, ну, надо заниматься. Я вспоминаю свою юность. В 90-е, в начале 90-х считалось, что мало того, что это не самая престижная профессия, и работа актёра, так ещё и не самая денежная. А как в современном мире, опять же, возвращаясь к потоку, что очень много хотят стать актёрами, артистами различных жанров, что в плане заработка? Всем ли хватает места на этом рынке? Уж извините, что не о таланте, не о каких-то таких вот вещах. Конечно, конечно, нет. А, приземлённом. Ну, интересно же. Вот и такая ситуация, что миллион людей, которые там работают в баре, предположим, или там где-то, как в Америке, да? Как в Голливуде. Собственно, у нас же раньше было заведено... Каждый официант, в принципе, потенциальная звезда. Абсолютно. У нас это началось вот совершенно недавно, что люди, дети, стали свободно и просто к этому относиться. Это, слава богу, потому что они не кидаются из окон, не поступив, да, или там... Ну, это важно, когда, с позволения сказать, обламываешься, как это отражается на тебе, на дальнейшей жизни. Опять же, потом, став родителем, пытаешься реализовать себя в своём ребёнке, обязательно пихать вперёд. И при этом не каждый раз говорят, что ты лучший или лучшая, просто иди, вот я не стал, а тебе надо. Немножко сместились акценты. Просто сегодня даже отношение к профессии, оно становится другим. Прежде человек, выбирая, допустим, актёрскую карьеру, если ему, не дай бог, это я говорю иронично, повезло поступить в театральный институт, он понимал, такое было осознание, что он может быть только артистом, только режиссёром, что обязательно реализовываться в этой профессии. И действительно, очень многие ломались на невозможности, допустим, устроиться в театр или успешно устроиться в театр, потому что сколько в труппах погибало людей, которые годами ожидали роли или ещё что-то. Знаменитый монолог Трибунцова про талантливого актёра, который вот никак не может пробиться. Да-да-да, безусловно. Вот, то сегодня уже сама установка другая. Нет вот этого, как сказать, ушёл мессианский налёт из служения искусству, это стало просто работой. И они во многом понимают, что далеко не всегда ты реализуешься. Они ходят в театры, они смотрят, кто как там живёт. Очень многие сейчас, вернее, почти все, собственно, все ангажированы съёмками, сериалами, ещё чем-то. И люди быстрее не так болезненно принимают эти решения. Раньше всё-таки в классическом мире прежнего имперского существования роли были расписаны на жизнь. И у очень многих эти жизни ломались. Просто уточняющий вопрос. Я готов с вами согласиться, но подобным подходом вы слегка не обесцениваете ли до простого ремесленничества вот эту актёрскую работу, профессию, даже призвание? Вы знаете, я просто на... Прости, Господи, теперь уже могу сказать. А в детстве я этого сам не понимал, когда стремился, рвался и хотел тоже реализоваться в этой профессии. Это настолько дело случая, чтобы проявился действительно наличествующий дар. И настолько работа очень большая, внутренняя, я не знаю, воля, желание, вера не в себя, а вот в то, что ты хочешь этим заниматься, чтобы это не погибло на подступах театральных. Конечно, не обесценивается. Потому что человек, которому удаётся в эту струю, в эту канву, в эту стезю войти и всё-таки проявить. Для него это в полной мере воплощается. Хотя, конечно, во многом... А бывает и не воплощается. Это тоже случай. Но сегодня мы общались с воплощёнными людьми, которым нельзя сказать, повезло, конечно же, это произошло заслуженно. Напомним, сегодня, 17 августа, в 20 часов в арт-платформе «Стадия» состоится театр-концерт над... Всё-таки выяснили, закрепили над Розовым морем актрисы, певицы, лауреата Международных театральных фестивалей Ирины Евдокимовой. И Алексей Злобин наверняка тоже где-то будет рядом. Огромное спасибо за то, что пришли. По-моему, неплохо пообщались. Спасибо вам. До встречи вечером на площадке. Да, у наших друзей «Стадия». Ну, а я вернусь в студию буквально через минуту-полторы. И поговорим о цирковом фестивале, который сегодня начинается в Риге, продлится до 21 часа. И слушайте Радио Болтком.